итак чуть больше расскажем про чемпионаты world skills на чемпионатах world skills помимо возрастных ограничений помимо того что выступать можно только один раз жизни сложность еще заключается в том что один конкурсант должен выполнять сварку практически всеми способами дуговыми и варить практически все группы металлов иными словами у нас есть как правило 4 модуля 4 модуль это четыре части задания 1 модуль практически стандартный всегда для всех им наверняка многим знаком как правило это стыковое соединение пластины с конструкционной стали толщиной 10 миллиметров своеобразной разделкой кромок толщиной 16 миллиметров таборовое соединение из стали конструкционной толщиной 12 миллиметров образец трубы как правило это 114 или 159 труба с толщиной стенки от 8 до 10 миллиметров важно указать что когда конкурсант едет на такой чемпионат он не знает пространственное положение каждого из этих элементов. Он не знает способ сварки, которым предстоит сваривать каждое из этих соединений. И стоит учесть, что это только первый из четырех модулей. Сложность, помимо всего прочего, заключается и в том, что у нас большое количество различных стандартов, различных элементов на чертеже, которые в разных стандартах обозначаются по-разному. Итак, способы сварки. РАД, ручная аргон-дуговая сварка, ТИК-сварка, 141-й способ, без разницы. Это может быть полностью труба, только корень трубы, это может быть стык и так далее и тому подобное. 135-й способ. Это полуавтоматическая сварка цельной проволокой, омедненной проволокой. И опять же, это может быть только заполнение облицовка, только корень. Это может быть все соединение полностью. 136-й способ сварки. Или сварка порошковой проволокой в среде защитных газов. Тот же самый полуавтомат, но порошок и в газе. Тоже довольно существенное отличие от обычной проволоки. Ну и, конечно, ручная дуговая сварка покрытым электродом. Это РД-сварка, 111-й способ. И это только первый модуль из четырех, как я уже сказал. Второй модуль – это сосуд, работающий под давлением. Это конструкция, геометрия которой, как правило, меняется из чемпионата в чемпионат. Она имеет практически все типы соединений. И тавры, и углы, и нахлесты, и стыки. Как с разделкой, так и без разделки. Вес конструкции до 35 килограмм. Кантовать конструкцию нельзя. Иными словами, ты должен ее сам собрать, ты должен ее сам зачистить, ты должен уметь читать чертеж и сварить каждый шов именно правильным, нужным способом сварки. И опять же, в этой конструкции, которая имеет толщину, как правило, 10 миллиметров, все способы сварки те же самые, которые в первом модуле. И это я рассказал два модуля. Две части из четырех. Третья и четвертая часть – это конструкция из алюминия и конструкция из нержавеющей стали. Варится она аргонодуговой сваркой, тиг-сваркой. Толщина нержавейки, как правило, 2 миллиметра. Толщина алюминия, как правило, 3 миллиметра. Для нержавейки используется поддув. Сварку необходимо выполнить с полным проваром. Измеряется все это ВИК, алюминий варится 3 миллиметра тоже с полным проваром в один проход. И тоже конструкция испытывается визуально-измерительным контролем. Стоит отметить, что первый модуль варится под рентген. Рентген не просто проходной-непроходной. Рентген имеет определенное количество баллов. На все четыре модуля дается 100 баллов. Распределение баллов неравномерное. Можно сказать, что за сварку под рентген 10-миллиметрового стыка присуждается 7 баллов из 100. То есть рентген один из самых ключевых показателей в рамках этого чемпионата. И тем не менее, если ты не сваришь лучше всех нержавейку или алюминий, то ты все равно теряешь лидирующие позиции и никаким образом не можешь попасть первую тройку лидеров. Для понимания результативности наши добрые коллеги из Китая, из Японии, из Тайваня набирают на чемпионатах мира и Европы 97, 96, 98 баллов. Это позволит вам приблизительно представить, какие баллы получаем мы, когда получаем золото на чемпионате мира и Европы. И можете себе представить, как плотно страны идут в первой десятке. Подчеркну, когда ты получаешь 97, 7 баллов из 100, это подразумевает, как правило, то, что ты свариваешь первый модуль под рентген на уровень дефектов не обнаружено, дно, полное отсутствие дефектов. Это варит один человек всеми способами сварки. И, к примеру, непровар на модули из нержавейки снимает 2 балла. То есть за все эти 4 модуля, которые варит человек на протяжении 18 часов, чтобы получить золото, он имеет, ну скажем так, право только на одну-две ошибки на все эти модули. Поэтому мы считаем, что это довольно сложная задача. Это не означает, что мы варим лучше всех и все. Это означает то, что мы, как мы считаем, универсальные сварщики, которые могут каждый выполнить сварку всеми способами сварки, различных материалов и могут не только сами это выполнить, но и натренировать и научить и помочь достигнуть таких же результатов всем остальным коллегам. Это показала история, которую я рассказал до этого, когда у нас золото на чемпионате Европы, мира, России получали совершенно разные люди при помощи нашей команды, наших ребят, в том числе тех, кто снимает это видео и готовит других сварщиков за мной.